Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Начнем с викторины. Угадайте мероприятие, на котором Сэм Бэнкман Фрид, Джанет Йеллен и президент Украины Зеленский все в одном помещении. Разбирательство федерального суда? Неплохой вариант. Сэм Бэнкман Фрид, похоже, крупнейший финансовый мошенник в истории. Как председатель федерального резерва, Джанет Йеллен несет прямую ответственность за крах экономики США. Президент Зеленский, тем временем, стоит во главе схемы отмывания денег столь вопиющей, что демократы не разрешают даже провести аудит. Так что да, в отношении этих троих очень не помешало бы федеральное расследование. Но их не судят. Вместо этого этих необычайно интересных людей прославляет Нью-Йорк Таймс. Если пропустили, недавно был ежегодный саммит Дил Бук. Это мероприятие, проводимое газетой как симпозиум с участием ведущих бизнес-лидеров. Билеты идут по две с половиной тысячи долларов. Сэм Бэнкман Фрид, Джанет Йеллен и Владимир Зеленский, все они были там, видимо, в качестве ведущих бизнес-лидеров. «Огромное вам спасибо!» — воскликнул ведущий Эндрю Рос Соркин, когда Сэм Бэнкман Фрид закончил речь. «Спасибо! Сэм Бэнкман Фрид, друзья!» И слушатели от души зааплодировали. Читатели Нью-Йорк Таймс были явно под впечатлением от мега-донора демпартии Сэма Бэнкмана Фрида по совместительству одного из наиболее успешных воров всех времен. Ну да ладно, он вроде славный малый. Зрелище загляденья. Но интереснее всего в подобном мероприятии не то, как преподносят гостей, в какой-то момент история расставит все на свои места, а то, что оно говорит о тех, кто пригласил гостей. Если можно относиться к Сэму Бэнкману Фриду как к просто очередной непослушной знаменитости... Сэм Бэнкман Фрид, друзья! Ваши аплодисменты! Если к нему можно, то к кому нельзя? Кто перешел черту? Что ж, последние пару дней Нью-Йорк Таймс как раз пишет об этом. Очередная взволнованная лекция о том, с кем можно общаться, а кого надо всячески избегать. Определяется это политической принадлежностью. Некоторые люди, как объясняет Нью-Йорк Таймс, придерживаются взглядов столь предосудительных, что к ним и подходить нельзя. Нельзя находиться в одном помещении с такими людьми. Нельзя говорить с ними, нельзя задавать им вопросы. Их мнения, словно оспа, заразны и летальны. Это мысли преступники, а мысли преступления самые серьезные из всех. Другие преступления, ничего страшного. Убийство, изнасилование, угон автомобиля. Как часто говорит нам Нью-Йорк Таймс, люди, которые такое совершают, это жертвы вашего расизма. И заслуживают сострадания. Как, словую, хорошие либералы, выходящие порой за рамки. Хороших либералов всегда можно простить, даже когда то, что они сделали, объективно, очень-очень плохо. Например, подрыв экономики США. Или кража миллиардов у инвесторов и использование их для покупки багамской недвижимости. Или обогащение за счет того, что мир стоит на грани ядерной войны. Либералы могут заниматься этим, и им можно искренне аплодировать, потому что главное, что вы знаете, что в душе они хорошие люди, они верят в то, что правильно. Имея это в виду, неудивительно, что никто в Нью-Йорк Таймс не потрудился спросить Зеленского сегодня, куда именно ушли все деньги. Никто не потребовал отчета о миллиардах налоговых долларов, которые, по-видимому, исчезли в карманах олигархов в спортивных костюмах. Спросить об этом было бы невежливо, он же наш гость. Вместо этого Нью-Йорк Таймс дала Зеленскому возможность потребовать еще больше ваших денег, которые он, разумеется, воспользовался. Посмотрите. 15 ноября администрация Байдена подала новый запрос об оказании поддержки в размере 37,7 миллиардов долларов, который в случае принятия увеличит общую сумму, предоставленную США в виде помощи, до 105,5 миллиардов долларов. Чуть позже мы поговорим с бывшим вице-президентом Майком Пенсом. Есть мнение среди республиканцев, которые сейчас контролируют Палату представителей, в частности у Кевина Маккарти, что мы не должны выписывать бланковый чек. Что вы им ответите? Мы абсолютно открыты. И мы благодарны за помощь. Не совсем корректно говорить о 100 миллиардах долларов как о цене войны для Соединенных Штатов. Ее цена – это жизни людей. Если Украина не выстоит в этой войне, она распространится на другие территории и, возможно, даже на другие континенты. Наши люди – это самая большая ценность. Скажите мне, чего стоят их жизни? Я не знаю. Ладно. Поддержите меня, или Путин вторгнется в Атланту. И, кстати, у вас нет выбора, потому что если вы возражаете против того, чтобы посылать еще миллиарды людям, пристроившим на фиктивную должность Хантера Байдена, вы плохой человек. Вам наплевать на жизни украинцев, это безнравственно. Так вот, столь грубый моральный шантаж обычно не срабатывает, поскольку никто себя уважающий не будет такого терпеть. Что? Успокойся, сынок, пусть тебе немцы платят, это их континент. Вот что сказал бы нормальный человек с чувством собственного достоинства. К сожалению, для всех нас конгрессмен Майкл Маккол из Техаса им не обладает. Поэтому он тут же прогнулся. И это важно, потому что Маккол – главный республиканец в Комитете по иностранным делам. Так что если вы думали, что изгнание Нэнси Пелоси и избрание республиканского конгресса – огромная победа, приведет к тому, что хоть кто-то станет сопротивляться безумной и полностью антиамериканской внешней политике Джо Байдена, вы заблуждаетесь. Потому что Майкл Маккол только что заявил, что поскольку мы хорошие люди, как и Зеленский, мы собираемся отправить господину Зеленскому и его приятелям еще несколько миллиардов ваших денег. Смотрите. Я хочу продолжить с того места, где остановился полковник Милберн. Он считает, что на Украину должно быть направлено оружие большей дальности действия. Вы бы одобрили это? Сто процентов. Он абсолютно прав. Еще до вторжения я критиковал администрацию Байдена. Они не хотели размещать там оружие, а затем процесс передачи оружия всячески затягивался. Мы собираемся обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность. Мы не собираемся выписывать бланковый чек. Уменьшает ли это нашу решимость помогать народу Украины бороться? Нет. Но мы будем делать это ответственно. И я думаю, что очень важно, чтобы американский народ понял, что стоит на кону. Итак, военным США, не украинским, нашим военным, которые должны защищать нашу страну, не хватает оборудования и персонала. Но, чтобы всем было ясно, каковы приоритеты Майкла Маккола, мы отправляем передовые системы вооружений в который раз на Украину. Вдобавок к тому, что уже отправили на сумму больше, чем весь российский военный бюджет. Если это недостаточно оскорбительно, а смысл тут в том, чтобы оскорбить вас, унизить и заставить полностью осознать, что интересы вашей страны на последнем месте, потому что вы в конце их списка приоритетов. Они пошли еще дальше. Мы также решили оплачивать счета Украины за энергию. Немного странно, что мы делаем это в то время, когда у нас самих первый настоящий энергетический кризис середины 70-х годов. Пусть и искусственный, но все же кризис. Из-за которого американцы мерзнут в своих домах, потому что они не могут позволить себе топливо. А значит, сейчас самое время поставлять энергию нашим друзьям на Украине. И ее соседям. Вот Тони Блинкин. Я объявил, что Соединенные Штаты выделят больше 53 миллионов долларов на поставку оборудования, которое поможет стабилизировать энергетику Украины и поддерживать энергоснабжение. Мы также подали в Конгресс запрос на выделение миллиарда и 100 миллионов долларов для обеспечения энергобезопасности Украины и Молдавии и восстановления их энергоснабжения. Итак, почему это продолжается, когда Джо Байден мог бы просто позвонить Зеленскому, который по сути на него работает, они же как-никак дружат с семьями, его сын работал на Украине. Он мог бы позвонить Зеленскому и сказать, все, хватит. Проси денег у Европы или давай заканчивать. Люди умирают, на восстановление уйдет больше денег, чем мы можем выделить. Ситуация тупиковая. Нужно мирное урегулирование. И, конечно, его можно было бы достигнуть за неделю, если бы они хотели. Но они не хотят. Им нужно, чтобы война продолжалась. Почему? Потому что все на ней богатеют. Так что вам не позволено высказываться в духе, эй, может, пора уже прекратить этот конфликт, потому что тогда прекратится поток денег. И вот почему на саммите Дилбук, бизнес-лидер Зеленский, а это именно то, кем он является, честно говоря, упрекнул Илона Маска, потому что тот предположил, что, наверное, следует заключить мир. Смотрите. Похоже, что Илон начал менять свое мнение, и мы начали слышать от него разные призывы. Не знаю, оказывает ли кто-то на него влияние, или он сам выбирает, что говорить. Я всегда заявляю очень открыто. Если хотите понять, что здесь натворила Россия, приезжайте на Украину, и вы увидите это своими глазами. Без лишних слов, а после этого можете поведать нам, как закончить эту войну, кто ее начал, и когда мы можем ее закончить. Ну да, совершенно логично. Мира не будет, пришлите еще миллиардов! Последние несколько дней в Вашингтоне не отметились чем-то особенным. Опять звучало много возмущения плохими идеями. И, конечно, некоторые идеи в самом деле плохие, с обеих сторон. Но идеи не преступления. Действия — вот преступления. И, как всегда, настоящим преступникам все сходит с рук, и они лишь богатеют. Субтитры создавал DimaTorzok